На всей территории 100% Клинского района делаются артезианские скважины. Бездумно, вообще такого не бывает, чтобы они не сделались. Для тех людей, у кого и это, и это не устраивает, есть еще одно решение в этом году, это малодебетные скважины. Продолжаем цикл наших передач, посвященных характеристикам тех районов, в которых мы работаем, которые нас окружают. Сегодняшний будет фильм посвящен Клинскому району. Для тех, кто хочет организовать водоснабжение на своем участке, либо купил участок в Клинском районе, либо планирует купить. Всем остальным это будет малоинтересно. Поехали. Характеристика территории. Территория благополучная, воды много, вода хорошая. 80% территории это скважины 35-45 метров на песок. Воды обычно 2-3 куба мы обеспечиваем. Скважины сделают зафиксированную сумму. Здесь все понятно. Непонятно тех несчастных 15-20%, которые вот этот способ не позволяет реализовать водоснабжение частного участка. У них ветвится все два пути на самом деле. Сделают в этом же месте артезианскую скважину. По Клинскому району это 100-120-130 метров чаще всего. Не так страшно. Качество воды обычно неплохое. Железо есть, но не так страшно. Опять же, 1-1,5 мг на литр. Это один путь здесь же. То есть на всей территории 100% Клинского района делаются артезианские скважины. Бездумно. Вообще такого не бывает, чтобы они не сделались. Есть какие-то небольшие сложности. Кое-какие есть самоизливые даже бывают. Но это решаемо. Все ерунда. Просто проблема в том, что артезианские скважины получаются достаточно дорого. То есть метров много, метр недешевый. То есть получается они там 300 с чем-то тысяч плюсом даже. 300-400 тысяч одна скважина на данный момент, на 2024 год. Для тех людей, у кого и это, и это не устраивает, есть еще одно решение в этом году. Это малодебетные скважины. Ну про них. Сейчас они поставлены на поток. То есть в двух словах. Без воды вы не останетесь. То есть мы в любом случае сделаем. Порядок следующий. Пробуем делать скважину на песок. Если она не получается, проводим дальше переговоры с вами. Думаем либо артезианку, либо малодебетную. Все. Вот это вот закрывает всю территорию Клинской области. То есть гарантированное решение вопросов водоснабжения мы обеспечим сейчас. Предположим, со скважинами все понятно. Рабурить их реально все 100% сделаем. Дальше их предстоит обустроить. Не надо ничего выбирать. Уже все оптимально придумано, продумано, выбрано за вас. То есть обустройство погружным насосом посредством скважинного адаптера. Это вот так выглядит у нас на картинках. Это лучшее. Это оптимальное. Не надо никаких кессонов. Не надо никаких городушек придумывать. Вот самый лучший вариант. Без вариантов. Мы уже опять же снимали, рассказывали. Уже устали повторяться. Еще хочу акцентировать внимание. Неделимость целостной работы водоснабжения. Нельзя одному сделать, какой-то организации сделать скважину. Вторая ее обустроит. Третья будет делать химводоочистку. Четвертая будет делать канализацию. Мы канализацию не делаем, но передаем только аффилированному с нами фирме. Стройака. То есть как только вы разрываете целостную работу, ждите беды. Потому что крайних там у вас приготовьтесь не будет. То есть все будут друг на друга что-то сваливать, вы ничего себе берете. Плюс все эти вещи взаимосвязаны. Взаимосвязь выследить бывает практически невозможно. И планирование вот этих работ надо в самом начале. До того, как вы еще не приступили к началу работы, вы обращаетесь, предположим, к нам. И выстраиваете у себя всю цепочку. Всю цепочку, что вы будете делать. Весь план должен быть целостный, неразрывный. От скважины до канализации. Вот эта вся цепочка, ее нельзя разделять. Техника у нас только маленькая, только гусеничная, только мобильная. Никаких зилов, никаких там вспомогательных машин, бочек, водовозок у нас нет. Нужна площадка для бурения рядом с домом. 3 на 4 метра. Проезд полтора метра шириной. По дороге машина ничего не повреждает. Все разрушения будут нанесены вытоптанными ногами бригады. То есть вспомогательная машина, газель тоже будет. Гусеничная машина и вспомогательная газель. То есть достаточно все компактно. Это касается таких маленьких участков. Или где не пускают большие машины, бывает где-то сложности с заездом. То пожалуйста, никаких больших машин у нас нет. Смотрите, как совет такой. Если вы напали на нас, например, вам в Клинском районе участок, то обращайтесь к нам. Мы разбираемся с вашей ситуацией. Присылайте на WhatsApp мне точку, как вас зовут, задачу. Все, я вам подготовлю решение. Просчитаем по деньгам. Эти цены в вашем случае будут фиксированы. Если какие-то сложные случаи, специалист или я выйдем к вам, посмотрим, какая ситуация, если это требует выезда. И у вас будет решение на руках. Уже с ценами, с расценками, с условиями и так далее. Ничего вас особо это решение не обязывает. Вы можете всем остальным позвонить и сложить несколько решений с разных организаций. Посмотрите в Авито, еще куда-нибудь, не знаю, по фирму позвоните. Соберите, предварительно, не спешите принимать решение. Можете второй раз позвонить, посоветовать, сказать мне, что у нас есть такое, 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 такое. Я вам скажу, ну правильно, так и делайте, дешевле, значит лучше. Единственный совет, не разбивайте это все, работы. Требуйте целостного решения. Требуйте готовых расценок, то есть уже, чтобы вам подготовили, посчитали, что будет, как пути. А если так, то так. А если не получится, то что? Это очень важно. И звоните, обращайтесь. Продолжение следует...